И пусть Божие благословение будет со всеми нами. Также приветствую всех, кто смотрит нас в эфире. Пусть Божий мир, Божие Слово и Божия мудрость поселяются в наших сердцах. Бог да благословит нас. Аминь. И я сегодня хотел делиться словом, которое однажды перевернуло всю мою жизнь. И я очень надеюсь на то, что это слово коснется сегодня чего-то сердца. Прожить мне, оно будет полезно для кого-то и также изменит чью-то жизнь. И я хочу предложить текст Священного Писания. Это Деяние, 8 глава, 26 стих. Давайте прочтем. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Однажды в моей жизни, несколько лет тому назад, я пришел к такому этапу, что, в принципе, то, что хотел, я достиг. В принципе, я внутри ощущал, что я состоялся, что я благодарен Богу за все то, что Он мне позволил пройти. Ну, на своем уровне, но то, что я мечтал, когда я был молодой, когда был неженатый, я мечтал о том, что Бог даровал мне семью, даровал служение, чтобы я остался верным в призвании, чтобы я следовал за Ним, чтобы был плод служения. И вот наступил момент, когда я понял, ну, в принципе, то, что было мне нужно, я уже обрел, и, как бы, ну, куда еще стремиться, к чему еще дальше идти. Но это для многих очень опасный момент жизни. Этот момент жизни может быть или поворотным, или может быть моментом, который изменит твою жизнь как раз в обратную сторону, когда все начнет только ухудшаться и разваливаться. И даже то, что ты имел и думал, что у тебя есть, ты можешь потерять. И вот в моей жизни наступил такой момент, я стал спрашивать Бога, ну, а что вот дальше, что вот, есть семья, я женат на самой прекрасной, красивой и мудрой женщине в мире, да простят меня все остальные братья, но мне досталась именно она, по крайней мере, по моему ощущению, по моему восприятию. У меня четверо детей, две дочери и два сына. Я служу много лет на Алтае в церкви. И вот то, что нужно было, есть. И я думаю, Господи, ну, а что дальше? Куда дальше? Что мне нужно делать? И вы знаете, этот вопрос на самом деле опасен. И я хочу предупредить те, кто думают задать такой вопрос, или я сегодня буду молиться в завершении о том, чтобы Бог показал нам ту дорогу, которая пуста, чтобы мы увидели то место, куда нас Бог зовет. На самом деле этот вопрос опасный, потому что, задавая его, мы должны понимать, что, возможно, Бог однажды ответит. И вот в моем случае так и произошло. Все началось еще с одного места в священном Божьем слове. Я хочу тоже прочесть его вместе с вами. Это Деяние, 13 глава, 22 стих. Однажды я размышлял о том, что в моей жизни есть то, что хотел бы дальше Бог. И вдруг я увидел этот стих. Деяние, 13, 22. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнил все хотения мои». Вы знаете, я увидел в этом стихе, что у Бога есть желание по отношению моей жизни. У Него есть некая воля, у Него есть некое устремление о том, как я должен прожить свою жизнь. И вдруг я понял, что очень часто я живу, и очень часто те братья, сестры, те люди, которых я вижу, с кем мы пересекаемся, что мы живем немного по-другому. Мы, знаете, этот стих перефразировали и начали применять его немного в другом ключе. И можно его так сказать, перефразировать. «Нашел я Бога по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Вот иногда, когда я слышу молитвы братьев, сестер, когда я в свое сердце заглядываю, когда остаюсь один, я понимаю, что там только вот, ну, Господи, помоги мне в этом, Господи, дай мне то, Господи, ответь мне на это, Господи, вот это соверши, и вот этот ответ пусть придет. Но на самом деле, насколько часто мы спрашиваем его, Господи, а что хочешь ты? И вот моей жизни наступил этот момент, и я решил его спросить, Господи, а что же действительно хочешь ты о моей жизни? Что ты желаешь? Я так хочу быть мужем по сердцу твоему. Но здесь, как Давида, я бы предложил, возможно, представить, вот позвольте, давайте так поставим свое имя. Было бы здорово, согласитесь, если бы мы услышали такие слова. Бог говорит, нашел я мужа по сердцу моему, и вместо Давида я могу поставить свое имя Анатолия. Ты можешь поставить свое имя. Но в чем есть возможность имени Давида быть там? Почему имя Давида там? Почему он муж по сердцу Божьему? Потому что, Бог говорит, который исполнил все хотения мои. И я начал спрашивать его, я начал думать, я понял, что мой вектор мысли, моя, так сказать, парадигма мышления, она абсолютно, ну, не привыкшая к этому, что каждый день спрашивать его, Господи, а что ты хочешь? Вот я хочу этого, я много лет тебе говорил об этом, об этом, а что ты хочешь? И вот однажды произошел такой удивительный момент, который радикально изменил мою жизнь. У нас была конференция в городе Барнауле. Конференция называется «Жатва». И я думаю, это очень символично. И мы проводили эту конференцию, она была посвящена миссии, благовестию. И на этой конференции проповедовал наш епископ Сергей Сергеевич Потапов. И он делился словом из Деяний 8 главы. И он говорил о том, что Господь, Ангел Господень сказал Филиппу, чтобы тот пошел на пустую дорогу, на ту, которая пуста, чтобы он пошел на эту дорогу ради Божьей воли, Божьего призвания и Божьего хотения. И знаете, мы поднялись для молитвы. Ничего не предвещало перемен, ничего не предвещало каких-то, ну, я просто поднялся вместе со всеми, как вот часто это бывает в собрании, как несколько раз мы сегодня уже делали. И когда началась молитва, я просто спросил Бога, Господи, а где моя пустая дорога? Где та пустая дорога, на которую ты хочешь повезти меня? Братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы сегодня в твоей жизни произошел тоже такой поворотный момент, чтобы ты честно в своем сердце спросил, а что Бог хочет о твоей жизни? Какова Его воля на сегодняшний день и куда Он желает тебя направить? Конечно, и у тебя, и у меня есть свои планы. И у меня были какие-то планы промежуточные, локальные, глобальные, но когда я спросил Бога, Господи, а где моя пустая дорога? И представляете, в сердце своем я четко ощущаю ответ. Это не было прям гром с неба, это не были буквы там на потолке того здания, где мы собирались. Это просто внутри, в сердце я понимаю, и это слово приходит в Монголию. И я стою в неком недоумении. И знаете, такие шальные мысли прилетают иногда, но мои мысли, мои скакуны, мы помним эту песню знаменитую. И я думаю, какая Монголия? Я даже географически толком не понимаю, где это. Я вообще не очень люблю вот такой вот азиатский уклад жизни. Мне больше нравится вот, ну, что-то такое комфортное, красивое, современное, прогрессивное. Какая Монголия, Господи? Но внутри, в свое сердце я понимал, что что-то сейчас произошло. Я спросил, Бог ответил. Но внутри своего сердца я все-таки не хотел соглашаться с этим. И я бы, вероятнее всего, может быть, и не согласился. Ну, знаете, так отложил, и, ну, может быть, ну, может, Бог и сказал. Но что-то произошло необычное в следующий момент, когда мы завершили молитву. Я почувствовал, что кто-то на плечо мне положил руку. Я повернулся, там стояла сестра. Удивительно, что я до сих пор не знаю эту сестру, и я ее не видел. Я на многих конференциях говорил о том, что если вы меня слышите, ну, подойдите. Мне бы очень хотелось познакомиться, потому что это действительно перевернуло слово, это перевернуло мою жизнь. И вот она положила мне руку на плечо, я повернулся, и она говорит, брат, у меня для тебя есть пророчество. И я подумал, ну, пророчество, наверное, вот как часто у нас бывает, Бог тебя любит, все будет хорошо, не переживай. Я говорю, ну, хорошо, пожалуйста, скажи. И она говорит мне, что все, что есть в твоем сердце, все, что ты задумал, делай, я помогу тебе. И вот в этот момент я действительно растерялся, в этот момент я понял, что действительно что-то произошло, и действительно Бог проговорил в мою жизнь. И я приехал домой, я просто летел, я был такой воодушевленный, такой, ну, впечатленный, я просто размышлял об этом стихе, где Бог проговорил Филиппу. И я думал, вот, Господи, спасибо тебе. Я спрашивал, ты мне ответил. Я приезжаю домой, говорю своей жене, что мне Бог проговорил в Монголии, что мы собираемся и едем в Монголию. Ну, вы представляете взгляд жены на мужа, который приехал с конференции с такой удивительной новостью. Мы уезжаем в Монголию. И, конечно же, ничего Бог ей не сказал до того, пока я ехал из Барнаула до Рубцовска. И на самом-то деле я понял, что когда Бог говорит в нашу жизнь Слово, то это Слово должно быть пережитым внутри нашего сердца. Оно должно полежать, как семя, которое лежит под слоем почвы. И когда многие люди не видят, ну, посеяно семя, но нету ни роска, никто не видит корешков, которые она там дает, Слово это должно быть там. И это очень трудный и непростой период жизни, когда ты имеешь Божие откровения в сердце, но даже самые близкие тебе люди, они не могут тебя пока еще понять. Но что важно, важно продолжать. Если ты спросил Бога, где твоя дорога, я верю, что Он покажет эту дорогу. Я смотрю на этот стих, 26 стих, 8 главы книги Деяния, где Бог говорит, ангел Господень сказал, Филипп, встань и иди. И вот это я четко уразумел и понял, что самое главное, что я должен сделать на этом этапе, я должен встать и пойти. У меня нет еще, ну, оснований, у меня нет объяснений, у меня нет финансов, у меня нет команды, у меня нет, да даже я толком не знаю, куда идти. Но я четко в своем сердце понимал, и пример Филиппа был для меня очень благословенным. Пример Филиппа, Бог ему сказал, встань и иди. И возможно, если ты сегодня спросишь, где твоя пустая дорога, Бог точно так же скажет твое сердце, встань и иди. И что сделал Филипп? Посмотрите, что сделал Филипп в 27 стихе сказано, он встал и пошел. И меня это благословляет, благословляет сердце Божьих людей, которые делают все просто. Когда они слышат Божье Слово, они не раздумывают, не рассчитывают, не проверяют, не взвешивают, не думают о дивидендах, они просто встают и идут. Когда апостол Павел встретился на пути с Иисусом, на пути в дома, встретился с Иисусом, что произошло? Он задал Господу два вопроса, кто ты? А следующий он сказал, что ты повелишь мне делать? И вот я понимал, что мне точно так же нужно будет прийти к Богу и спросить Его, что ты, Господи, желаешь, чтобы я сделал? Хорошо, Монголия, а что дальше? Хорошо, ну Монголия, ну как? Как это сделать? Куда двигаться? В каком направлении? И вы знаете, я глубоко уверен, что, ну не каждому Бог говорит одинаково. Вот, например, всем надо подорваться и поехать в Монголию, там вот передавали привет Камбоджии, там и до края земли, как в книге Деяний 1.8 написано, что будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Одни из последних слов Иисуса – до края земли. И вот верю в то, что Бог поднимает новое поколение в России, людей, которых доверяют Богу, которые следуют за Ним, и которые готовы пойти даже до края земли. Но иногда край земли – это не означает, что нужно уехать на другой континент. Иногда я думаю, что твой край земли, или та твоя пустая дорога, она рядом с тобой. Возможно, это детское служение, возможно, это вот пасхальная евангелизация, возможно, это строительство дома, который вы строите, дом на дереве. Я не знаю, но Бог знает ту пустую дорогу, то место, то предназначение, которое есть в Его замысле. Будем ли мы готовы и способны сказать Ему да? Сможем ли мы ответить на Его призыв? И вы знаете, в моей жизни был еще интересный такой момент, история. Мы приняли в нашу семью двух мальчиков, два брата. Мы усыновили их. И наш младший сын, он голубоглазый, блондин и очень харизматичный парень. Когда меня спрашивают, как дети похожи на тебя, я говорю, конечно, вылиты в меня. Наш Кирилл это просто вот вылитый. И вот мы его в детстве звали Африка, потому что он вот вообще такой беленький, и не только вот внешне, он еще и по характеру такой. И вот моя жена прочитала книгу про одну миссионерку, которая поехала из, кажется, Европы, она уехала в Африку. Она молодая девушка. И она там начала дом для сирот. И она приняла 18 детей. Молодая девушка в чужой стране, в чужой язык, культура. И она просто проходила все трудности. И вот моя жена спросила Бога в молитве и сказала, Господи, ну а где вот моя Африка? Как бы я вот могла так же послужить, как эта сестра? И Бог ей говорит, вот твоя Африка. И она поворачивается, и лежит наш блондин, спит тихим мирным сном. И это действительно было то время, когда Бог говорил, вот твое место, вот твоя пустая дорога, вот то место, куда я призываю тебя. Аминь. И я еще раз подчеркиваю, что это не значит, что всем нужно куда-то ехать, всем нужно куда-то подрываться и куда-то там, ну просто сразу же бежать. Я верю, что Бог ответит каждому, где его место. Но есть большая разница, когда ты ждешь от Бога, когда ты ожидаешь этого ответа, или когда ты живешь просто сам. Когда ты делаешь только то, что тебе нужно. Есть большая глобальная разница. И когда я начал доверять Богу в этом вопросе, то вы знаете, в мою жизнь пришло большое сомнение. Я очень сильно стал сомневаться. Вот особенно, когда ты говоришь одному, другому, третьему, друзьям, жене, служителям, в церкви, братьям, сестрам. И ты вдруг понимаешь, что они не видят никакой Монголии. Это ты что-то там услышал? Это у тебя что-то есть там? Но другие, они не живут твоим откровением. Это твое откровение. И я понял, что так важно остаться один на один с Богом, чтобы именно там, в этом одиночестве, по-настоящему решить, Господи, я верю, что Ты сказал мою жизнь. И я буду идти, даже если другие не видят это и не хотят, и, может быть, даже не поддерживают. И вот с этого момента что-то меняется, что-то глобально изменяется в жизни, в служении и во всем, что происходит. Но страх, страх, сомнение, комплексы. Я вам искренне скажу, я обычный парень из Рубцовска. Я с Алтайского края, я здесь, даже в Омске уже вчера приехал, я уже несколько раз слышал, меня спрашивают, Рубцовск? Это где? Когда я приезжаю в Москву, там вообще, ну, просто теряются, они говорят, это где там Рубцовск вообще находится? Но на самом-то деле, не важно, какой ты, не важно, ну, какой ты одаренный, не важно, какой ты сильный, не важно, насколько ты богат, успешен, вообще это для Бога не важно, потому что у Него все это есть, и Он это может дать каждому. Но что тогда важно? Важна та смелость внутри, с которой мы готовы Богу сказать «да» на тот призыв, который Он в нашу жизнь поселяет. Если ты и я, мы спрашиваем, где моя пустая дорога, а Он отвечает, ведь не на этом же все заканчивается. Ну, спросил Он, ответил, ну, хорошо, спасибо, до свидания. Нет, жизнь продолжается, и дорога означает движение, и жизнь идет, и нужно преодолеть этот страх. И я действительно столкнулся с большой, ну, просто, я не знаю, для меня это был некий голеа в глыбе, этот страх, который сковал меня, я вообще не понимал, что делать. И однажды я прочитал одно место, я хочу вам его показать, чтобы Бог даровал нам силу и победу над всяким страхом. Давайте откроем, пожалуйста, 11 главу послания к евреям, и 32 стих я хочу предложить вам, и мы прочтем его вместе. Однажды я просто читал Библию, просто сидел, читал Библию, и читаю 32 стих 11 главы послания к евреям. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, и о Давиде, Самуиле и других пророках. И, в принципе, это место, ну, многие читают 11 главу к евреям, потому что это глава веры, это очень знаменитая, популярная глава в Библии, которой часто проповеди слышимы. Я читал и думаю, ну, здорово, знаю Гидеона, о Вараке слышал, Девора, да, помним эту историю из Библии. Ну, знаю Самсона, кто не знает этого силача из Библии и ту историю, которая там описана. Ну, конечно же, Давида сегодня о нем упоминали, Самуил, пророк великий. Думаю, ну, этих знаю, а вот имя Ифай для меня как-то было непонятно. Ифай, Ифай, так, Ифай, кто такой Ифай? Погоди, даже не могу вспомнить, что за история, кто это? И вот я хочу сказать, что, возможно, ты не уверен в себе, возможно, когда ты услышишь свой ответ о той дороге, которая пуста, возможно, страх придет в твою жизнь, возможно, мысли вот эти, да я не смогу, да кто я такой, да у меня в жизни все вот так, вот у них все хорошо, они успешные, сильные, одаренные, благословенные, а кто я? Да, вы знаете, я когда смотрю на жизнь Ифая, стал изучать его жизнь, я хочу вам предложить текст Судей. Хочу, чтобы мы вместе посмотрели эту главу Судей, 11 глава, так же, как и послание к евреям, 11 глава, книга Судей, 11 глава, с 1 по 3 стих. Я хочу вам кое-что прочесть об Ифае, чтобы мы с вами увидели, что для Бога, когда Он зовет нас на Его поприще, неважно, ну, сколько у тебя там, ну, талантов, даров и всего остального, что важно для Бога. Давайте прочтем с 1 по 3 стих. Ифай, голодитянин, был человек храбрый, он был сын блудницы, от Галаада родился Ифай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ифая, сказав ему, ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины, и убежал Ифай. Вы знаете, вот такой, ну, аванс перед исполнением Божьей воли я бы никому не пожелал. Он был сын блудницы, а в обществе Израилем относились к этому с определенным образом. Он был человек, которого изгнали, он убежал. Но есть что-то сказанное здесь в этих стихах об Ифае важное, что он попал вот в ту когорту великих имен мужей Божьих, которые перечислены в Евреям 11 главе, в главе веры. И здесь сказано, что Ифай был человек храбрый. Я когда это прочитал об Ифае, я подумал, Господи, но я точно не храбрый. Я постоянно смущаюсь. Я не могу с людьми контакты заводить. Мне очень сложно вот просто раскрываться и разговаривать, и беседовать. И, Господи, я думаю, ну я точно не храбрый. И вы знаете, на самом-то деле здесь говорится не об этой храбрости, но, по крайней мере, как я понимаю ее о том, чтобы иметь храбрость, сказать Богу «да». Я видел свои жизни, особенно в Рубцовске, поверьте мне, у нас много зон, много тех, кто остались после освобождения в Рубцовске. Я видел храбрых людей, смелых, которые ничего в жизни не боятся. Но я понял, храбрость в доверии Божьему призванию – это нечто другое. И это может сделать любой человек, который даже внешне не сильный, у которого даже внешне нет каких-то особых даров, талантов или каких-то сильных сторон. Быть храбрым перед Богом – это несложно. Это важно – прийти к Нему и просто поверить в Его послание, в Его Слово. Однажды мой друг в Москве, он сказал удивительные слова, которые меня сильно вдохновили. Он сказал такую фразу, которая, ну, в принципе, проста, ничего в ней нет, но когда ты это переживаешь через свое сердце, это глубоко меняет твое мышление. И он сказал, однажды я поверил Богу, и Он благословил меня. Драгоценный брат, драгоценная сестра, возможно, сегодня в твоей жизни есть определенный поворотный этап. Возможно, Бог что-то желает, чтобы в твоей жизни произошло удивительное, чтобы ты стал среди имен мужей и жен Божьих, чтобы ты, несмотря на все свои недостатки, на все свои сложности, на все свои комплексы, был человеком храбрым, который скажет Богу «да», который позволит Богу изменить все в твоей жизни. И я сказал Богу «да», я поверил Ему. И два года уже практически назад, в октябре 2019 года, мы всей семьей переехали в Монголию. И мы служим там в Монгольском международном университете для русскоязычных студентов. И когда я приехал туда, я понял, что это та пустая дорога, которой Бог зовет меня. Потому что пустые сердца студентов, которые приезжают туда с разных стран, с Китая, с Южной Кореи, с Афганистана, с разных стран есть студенты, я понял, что их сердца – это то место, где Бог может явить свою славу, и изменить, и совершать удивительное. И я думал, Господи, ну кто я, что Ты призвал меня из какого-то маленького рубцовска? Просто взял и позвал. Кто я, Господи? Но Бог говорил в мое сердце, храбрость – это то, что дает мне основания изменить жизнь любого человека. Храбрость в том, чтобы довериться Богу и сказать Ему «Да», несмотря ни на что, то, что может быть в глазах, является страх или является непреодолимым препятствием. Я хочу еще предложить последнее место из Библии, и мы помолимся. Это место Псалом 67, 32 стих. Я раньше даже не видел это место, много раз читал Псалмы, но никогда не обращал внимания на этот стих. Вы помните, что произошло с Филиппом? В Деянии 8 главе мы читали в 26 стихе, что Бог, Ангел Господень, сказал, «Стань и пойди на ту дорогу, которая пуста, которая ведет из Иерусалима в Газу». И Газа – это город, который был разрушен. И раньше я всегда читал, что дорога пуста. Но есть еще некое такое чтение этого, объяснение этого стиха, что здесь сказано про Газу, этот город, который пуст. И Газа – это языческий город. Это город, который был разрушен, и там были руины. И вот Ангел Господень сказал Филиппу, «Иди туда». И он просто стал и пошел на эту дорогу. Для чего? Зачем? Но Божий замысел был в том, чтобы Филипп встретился с Евнухом. Чтобы Филипп встретился с человеком, который произведет удивительные перемены. Есть исторические данные о том, что этот эфиоплянин стал начатком церкви в Эфиопии. Но даже больше, что это был символ языческих народов. Это был прообраз тех народов, возможно, и мы с вами, сидящие здесь в Сибири, это прообраз тех народов, которые через послушание Филиппа, Бог совершил этот начаток в том эфиоплянине. Давайте прочтем 32 стих. «Придут вельможи из Египта, Ефиопия прострет руки свои к Богу». «Ефиопия прострет руки свои к Богу». Пророческое слово, которое было помещено в Священном Писании задолго до того, как произошла история с Филиппом, Бог сказал, придет момент, и Ефиопия узнает своего Господа и Спасителя. И я думаю, что бы произошло, если бы Филипп сказал, Господи, приходит к нему ангел Господень и говорит, встань и иди на дорогу, которая пуста. А Филипп бы начал перечислять, а где эта дорога? А сколько денег мне нужно, чтобы дойти? А будет ли у меня покушать, чтобы мне туда сходить? А как я вернусь? Будет ли транспорт? И так далее, и так далее. Что бы произошло? Вы знаете, я думаю, что Бог нашел бы другого человека. Но Ефиопия обязательно прострет руки свои к Богу. Благословенные братья и сестры, у меня была такая честь делиться с вами сегодня словом этим посланием. Я хочу предложить, чтобы мы все поднялись. И в молитве в своем сердце спросили, Господи, где та пустая дорога, которую ты приготовил для меня? Я хочу быть храбрым, поверить тебе, преодолеть всякий страх и совершить то дело, ради которого ты меня призвал. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что ты сегодня даруешь нам жизнь. За то, что ты даруешь нам жизнь с избытком во Христе Иисусе. И сегодня мы предстоим пред тобою, чтобы спросить в своем сердце, чтобы открыть свои уста, чтобы обратиться к тебе и спросить тебя, где то место, которое ты определил для каждого из нас. Мы желаем, чтобы ты показал нам ту дорогу, которая пуста. Мы желаем пойти на то место, где нет еще служения, где нужен верный человек, где нужен человек храбрый, который поверит тебе, что ты свое слово высвободил, свое слово желаешь поселить в нашем сердце, что ты желаешь совершить то, что, возможно, для многих глаз будет просто непостижимым, невозможным, недосягаемым. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, что ты желаешь изменить нашу жизнь. Ты желаешь дать нам силу, чтобы мы преодолели всякий страх. Ты желаешь даровать нам победу над всякими нашими комплексами, над всем тем, что мы как видим себя, как мы себя ощущаем, и как мы, Господи, имеем то родословие, или тот аванс, который жизнь дала нам. Отец Небесный, мы желаем быть, как и Ифай, мы желаем быть храбрыми, чтобы ответить на твой удивительный Божий призыв в нашу жизнь. Отец Небесный, мы желаем быть, как и Ифай, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok